Привет, меня зовут Василий Панасюк, я журналист. Это мой блог о том, как дела у нас дома на Донбассе. На пунктах пропуска Донецка и Луганской областей пока без изменений. Проехать в обе стороны можно через Станицу Луганскую, что в Луганской области и Новотройска в Донецкой области. Вот только правила проезда, объявленные со стороны отдельных районов этих двух областей, отличаются. И сегодня я расскажу о некоторых нюансах проезда через КПВВ в сторону Луганска. Сейчас самопрозлашенные власти ЛНР ограничивают въезд на ту территорию, объясняя это эпидемией коронавируса. Те, у кого нет регистрации, то есть прописки на неподконтрольной территории, вынуждены писать специальное заявление и ждать его одобрения. Я напомню, что согласно правилам ЛНР, так называемой, въезд и выезд из отдельных районов Луганской области разрешен не чаще одного раза в месяц. Отсчет в 30 дней начинается с момента возвращения на территорию временно подконтрольную ЛНР или наоборот, когда выезжаете. Если есть регистрация на неподконтрольной территории Луганщины или так называемый паспорт ЛНР, то никакие дополнительные документы для прохода через КПВВ Станица Луганская не нужны. Те, у кого нет местной прописки, могут въехать в Луганск по таким основаниям. Для лечения, для учебы, если нужно ухаживать за близким родственником, проживающим в отдельных районах Луганской области, если едите на похороны близкого человека, родственника или близкого лица или для получения денежной помощи, ЛНР и ДНР периодически внедряют различные социальные выплаты для льготных категорий. Как правило, это небольшие суммы. При других обстоятельствах пока не получится проехать в сторону Луганск. А вот еще советы, которые подготовили наши коллеги из реальной газеты. Это СМИ Луганской области. Чтобы попасть в списки на въезд, нужно подать заявление и к нему приложить подтверждающие документы на электронный адрес в одном из так называемых ведомств ЛНР. Сначала на этот адрес отправляют пустое письмо. Оттуда придет автоответ, содержащий ссылку на анкету, которую нужно скачать и заполнить на русском языке. Заполнить анкету нужно в текстовом редакторе. А не от руки. Это должен быть редактируемый файл. Его не нужно сканировать или фотографировать. Там не должно быть опечаток. Заявку на украинском или на любом другом языке, кроме русского, не примут. В анкете важно заполнить все пункты. Например, если у человека ID-паспорт, в нем не указано место регистрации и прописки. Тогда в анкете в соответствующей графе это нужно указать. Не оставляйте пункты пустыми. Обязательно нужно указать в анкете номер телефона человека. Свой, то есть. Вместе с заполненной анкетой нужно прислать сканированные копии или качественные фото документов или справок. Если скан копий документов будут плохого качества или маленького размера, заявку могут не принять. Разрешение фотографий должно быть не менее 640 на 480 пикселей. Для рассмотрения рабочей группой, так называемой, принимается только официальная документация, содержащая дату, печать медицинского или образовательного учреждения, печать и подпись специалиста, заверившего документ. Скан копии и фото можно прислать отдельными прикрепленными файлами или в архиве, но нельзя вставлять в тело письма или заявки. Если даты на справках просрочены, их не примут. В отдельных районах Луганской области предупреждают, что в ответ на эти письма придут еще письма с анкетами, но заполнять их не надо. Это автоматически сгиренированные ответы. И как их избежать, этой повторной отправки там пока не разобрались. В течение трех рабочих дней после отправки заявки должен прийти ответ о том, что заявку приняли к рассмотрению. Дальше заявку и документы будут рассматривать не менее 14 рабочих дней. Дальше на адрес, с которого вы отправляли заявку, должен прийти ответ, в котором будет разрешение на пересечение КПВ Станицы Луганска и дата, в которой это можно будет сделать. Обычно это периоды из двух или трех дней. Можно выбрать любой из них. Но если в эти даты человек не перейдет пункт пропуска, то заполнение заявок придется начинать заново и снова ждать 14 дней. Есть только один вариант, когда заявку заново подавать не нужно. Это если у вас возникли проблемы со здоровьем и вы не смогли пройти через КПВВ. В таком случае нужно взять справку из больницы и направить ее тоже по электронной почте. В письме нужно объяснить, почему вы не прошли через КПВВ и попросить назначить новую дату перехода. В идеале вам должны назначить новую дату этого перехода. После приезда в отдельные районы Луганской области вас отправят на 14-дневную самоизоляцию. А я дальше продолжу следить за тем, что происходит у нас дома на Донбассе. Вы, для того, чтобы не пропустить выходы новых выпусков, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Жду вас в следующем выпуске. Пока!